Приветствую всех! Алексей Шередов с вами. Сегодня хочу рассказать о небольшом совпадении. Завтра мы с женой едем в Санкт-Петербург на трое суток по делам. И так уж получилось, что субъект моего сегодняшнего обзора живет в Санкт-Петербурге. Так что если у него возникнут вопросы, желание выяснить со мной отношения, я всегда открыл для общения. Меня можно будет найти в Петербурге следующие три дня. Итак, речь сегодня пойдет об одном блогере имени, я его не буду называть. Я чуть выше объясню почему. И вот еще что скажу, это мальчик. У него все признаки внешние половые мальчика. Но ведет он себя как маленькая обиженная девочка и заслуживает этого звания почетного. Я объясню выше чуть почему, а вы уж судите сами, имею я право на это или не имею. Начну с предыстории. Примерно год назад этот блогер из Питера внезапно сильно изменился. Произошла быстрая трансформация. У него форма до этого несколько лет была никакая. Практически тут он вдруг стал более венозным, более накаченным и более сухим. Внезапно, практически. И мне люди начали писать что-то как. Он говорит, что натурал, мы не совсем верим, скажи что-нибудь. Многие очень написали. Конечно же, я не всем ответил, только некоторым. И я посмотрел, проанализировал, ответил, нет, это не натурал, это химик. Вот по таким-то признакам. Я не записывал никаких роликов. Я подчеркиваю, не было у меня никаких роликов на канале разоблачительных. Ага, я поймал обманщика. Как это записывают на меня, что я обманщик химик. Все такое. Ничего не записывал. Я просто выразил свое мнение. Ответил людям на вопрос. И то лишь некоторым. И что вы думаете, поступила неадекватная реакция от обиженной девочки из Питера. Он написал мне вот такую тираду ВКонтакте. Какой я ничтожный человек плохой. Как я пиарюсь на его имени. Что мне вернется все бумерангом. Ну и все такое в стиле дзен-буддизма. Абсолютно неадекватная реакция абсолютно неуверенного в себе человека, у которого нет аргументов. В общем, вы, надеюсь, согласитесь со мной, что каждый человек имеет право на личное мнение. Я это мнение выразил в ответах на вопросы только и всего. Представьте, вы знаете, сколько людей думает о том, что я химик, и об открытую об этом говорит. Если я каждому начну писать вот такие тирады и психовать по этому поводу, да я просто сопьюсь через месяц под забором меня пьяного умершего передоза наркотиками и алкоголем найдут. Это абсолютно неадекватное поведение, не мужское. Но это ладно, это все можно было ставить тогда в прошлом, но теперь-то все перешло в другую стадию, друзья. Есть такой блогер Денис Зиновьев. Он записал ролик разоблачения определенных методик тренировок этой обиженной девочки из Санкт-Петербурга. И уверяю вас, в этом ролике вообще не переходят никакие личностные грани Денис Зиновьев. Он с уважением, с учтивостью записал этот ролик. Все, что он сделал, с иронией отнесся к тем моментам, антинаучным моментам, о которых говорит блогер из Питера. В общем, в ролике нет ничего такого. Единственное, он использовал части роликов данного блогера из Питера для того, чтобы не быть голословным. И был брошен страйк якобы за нарушение авторских прав. За что? Это же табу. Это не мужское поведение, друзья. Я считаю, что именно поэтому данный блогер, хоть он и мальчик, может называться с моей тяжелой руки обиженной девочкой из Петербурга. А вы уж судите сами, имею я на это право или не имею. И, кстати, почему я не называю имени этого блогера? Да, просто потому, что он думает, что он величайший. Я тогда на нем якобы пиарился. То, что я просто людям ответил на вопросы. Я пиарился, понимаете? Откуда вот это величие? Ну, у меня даже подписчиков в полтора раза больше. У меня просмотров на канале в три с половиной раза больше. Ну, как бы я не буду говорить, что я величайший, а он нет. Ну, как минимум равный, поймите. Но нет, я пиарюсь на нем. Поэтому я его имени сегодня даже не называю. Чтобы, не дай бог, и мне Страйк не пришел за то, что я его девочкой назвал. Оскорбил? Ай-яй-яй. Хотя, вы знаете, меня многие оскорбляют трехэтажным матом в интернете. И ни один хейтер не даст соврать, что никому от меня никогда не прилетал Страйк. Поехали дальше. Теперь конкретно о сказках маленькой обиженной девочки из Петербурга. Прогрессия весов – это не главное. Это не то, что не главное. Это даже не важно. И цитирую, сила – это не какая-то особая характеристика мышц. Друзья, это антинаучно. Это антинаучно. Я даже со школы знал, когда мы курс анатомии проходили, что основная функция мышц – это производство силы. Мышцы состоят из волокон. В каждом волокне есть миофибрилы, ниточки, которые сокращаются и производят силу и мощность. В общем, количество волокон не может быть увеличено. Это генетика в мышечной группе. Но количество миофибрил в каждом волокне может увеличиваться и уменьшаться. Если мышцы не используются, количество миофибрил уменьшается, и мышцы сдуваются. Это называется дистрофия. Если количество миофибрил увеличивается, то тогда мышечные волокна гипертрофируются. Это называется гипертрофия. Все просто. А как увеличить количество миофибрил? Тоже просто. Нужно использовать за единицу времени, допустим, за секунду, это называется рекрутировать, максимальное количество миофибрил. И тогда организм понимает, что текущее состояние плохое, а миофибрилы, имеющиеся в их количестве, не справляются с заданной работой, надо добавлять количество миофибрил. Прибавляется количество миофибрил, они вырастают в волокнах. И, кстати, прирост каждой миофибрилы сопровождается приростом саркоплазмы, которая обслуживает новую приростшую миофибрилу. Не бывает такого, чтобы миофибрила выросла без саркоплазмы, без обслуживания. В природе такого не бывает. Там все взаимосвязано. Именно поэтому отдельная работа на тураху, на саркоплазму почти не имеет никакого значения. А отдельная работа на миофибрилы имеет очень большое значение. В общем, поехали дальше. Вот вам такой пример. Есть нитка, которую вы пуговите, пришиваете. Это миофибрил. Она выдерживает на разрыв 200 грамм. Если вы возьмете, как предлагает девочка из Питера, 30 грамм повесите на эту нитку и будете бесконечное количество дергать раз туда-сюда, нитка вряд ли износится. Она выдерживает 200 грамм, что для нее и 30 грамм. Но если вы повесите 150 грамм, 170, 190 грамм и начнете туда-сюда оборочить этот груз, то нитка начнет изнашиваться и лопаться. И тогда в природе есть такая штуковина, как появление гиперплазии миофибрил. Появляются новые миофибрилы. Раз появилась вторая миофибрила. И обе они уже 400 грамм способны выдержать. Раз третий 600 грамм, когда вы все-все увеличиваете, увеличиваете отягощение. И вы сами, наверное, уже догадались, что чем больше ниток складывается воедино, чем больше поперечное их сечение. И как я уже сказал, появление каждой новой миофибрилы проявляет за собой появление дополнительной обслуживающей саркоплазмы. Вот она гипертрофия мышц за счет силы. А здесь вообще ни науки, ни логики. И не зря Денис Зиновьев тут все высмеивал в ироничном стиле, повторюсь, никак не переходя на личности. Да я сегодня перешел на личности. До какого момента... Вот почему бесполезно взращивать рабочие веса? Потому что в какой-то момент времени увеличение весов будет невозможно. Так что, не заниматься тогда этим? Получается так, ага, логически. Если я буду взращивать рабочие веса, рано или поздно они перестут расти. Значит, перестанет расти моя мышечная масса. А если я не буду гнаться за рабочими весами, то тогда рост моих мышц на дураху будет бесконечен. Как здорово, правда? Как здорово! Какое это вообще имеет отношение к доказательствам, к обоснованиям? Или вот, выводит эту вещь целых две минуты, прям обсмаковывая наша девочка из Санкт-Петербурга, обиженка. Мол, где в жизни применяется малоповтор? Ну скажите, ну где? Ха-ха-ха, как смешно. Так потому мы и не накаченные после того, как мы просто живем, что малоповтор почти нигде не применяется. А раньше, когда в деревнях он применялся, тяжелые мешки, жернова, бревна таскали. Когда повсеместно не было тракторов. Вот тогда мужики, мужчины, ладно, были здоровее и сильнее. Где это видано, чтобы от жизни люди накачивались? Мы потому и идем в зал, и берем там большие веса. И поэтому мы отличаемся физически, внешне, от тех, кто не качается с большими весами. Жизнь не накачивает. Зачем? Чтобы в жизни было то же самое. Вот примеры. Якобы грузчик делает много ведь повторений в жизни? Так он же и не накачан. Или женщина держит в руке ребенка намного дольше, чем качок, у качка быстро рука затекает. Так у женщины бицуха от этого не накачивается, правильно? Зачем? Тогда делать много повторку, если у тебя какой-то женщины с ребенком в руке на целый час, когда второй рукой она болтает суп, все равно рука не накачалась. Человек сам себе противоречит. Он говорит так, сила это не характеристика. Лежат жердяи и на полшишечки, цитирую, жмут большие штанги. То есть он приводит связь между тем, что человек жирный и сильный. Вот посмотрите на меня, особенно когда я на диете. Очень резанный, очень сеченый. И работаю в малом количестве повторений. И где здесь это доказательство? А доказательство вот в чем. Когда ты на диете, ты сохнешь. И независимо от того, на 20 повторений ты работаешь или на одно повторение, жир сверху уходит за счет дефицита суточного калории. Ты худеешь и обнажается твой рельеф, а не потому, что ты на 20-40 повторений работаешь. Это такой бред, это просто супер антинаучно. Если кто-то из тренеров вам в зале такое говорит, что есть определенные тренировки на рельеф, то это просто бред, чушь. Определенный тип тренировок можно назвать жиросжигающими условно. Такие тренировки, где за единицу времени максимальное количество калорий, килокалорий тратится условно. Но все равно определит все дефицит. Потому что любую тренировку вы можете перекрыть потом бургерами и все равно станете жирными. Якобы это очень все травмоопасно, работать с большими весами. А что вы хотели? На халяву, друзья. Вы хотели не напрягаться и все получить? На халяву, правда? То есть, во-первых, это не настолько травмоопасно, как вам говорят. Прямо делают этот ужас какой-то из этого всего. Из этих подходов с большими рабочими весами. Посмотрите на меня. Чем я плох в 37 лет? Я разве разломан? Я уже 20 лет таскаю огромные веса. Мой брат 15 лет таскает большие веса. Никто из нас не разломан. Все в порядке. Мы просто не рвемся за весами, которые не можем поднять. Мы помним о технике. Мы знаем о том, что надо делать технично. И берем большие веса. И нет никаких проблем. И почему, я хочу подчеркнуть, почему вот таким людям верят? Почему в эту теорию верят? Да просто потому, что есть много горожан, которые не хотят впахивать. Им просто дай теорию. Не надо напрягаться. Посмотрите, какой веселый. Втыкаешь детскую гантельку, 5 килограмм, бицуха, смотрите, прочувствуй, 30 повторений. Мне же так легко. Это так легко. Я вас всех научу. И все думают, о, класс. Я накачаюсь, я буду сухим, я буду ненозным. И я не буду при этом напрягаться. Но это же просто супер вес, просто здорово. Это сродни как... На диете сидеть сложно, голод терпеть сложно. Дайте мне лучше какой-нибудь продукт или пилюлю, от которой я быстро очень и на халяву похудею. Или пленкой обмотаюсь, вот оно потекло, вот я худею. Вот и все, друзья. Полная глупость. И да, люди сами обманываться рады. И, конечно, в конце этого ролика обиженная девочка из Питера приводит информацию о том, что она...